Дарю небесный, утешителю души истинных, И везде, если и вся исполняй, Сокровища благих и жизнеподателю, Приди и все лисяны, и очистины от взяги скверны, И спаси, блажен души наши. Господь и Бог наш, ради Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Благослови нас на эти занятия. Дай нам правильно понимать те священные слова Твои, изложенные в Библии. Благодарим Тебя за учителей, за толкователей, за переводчиков, И за тех людей, которые сохранили этот ценимый дар Слова Твоего, Господи. Пребудь с нами и в сей вечер благодатный. Сохрани нас в любви и согласии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к кремлинам, Святого апостола Павла. Пятая глава, 15-16 стихи. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, Ибо суд за одно преступление к осуждению, А дар благодати к оправданию от многих преступлений». Толкование. «Христос доставил пользу не в такой лишь мере, В какой причинил вред Адам. Если грех столько был силен, Что вследствие падения одного Осуждены все потомки его, Хотя они не пали, То гораздо больше и обильнейшее действие Произведет на многих благодать Бога Отца, И не только Его, Но и Сына Его. И дар Божий не может быть равномерен Осуждению через одного согрешившего. Ибо преступление, То есть грех, Подлежащий осуждению, Простекающий от Адама К осуждению, То есть к смерти, И множество грехов Всегда существовали в потомстве его. Так что люди находились во власти Многих грехов и смерти. А дар благодати К оправданию от многих преступлений. То есть благодать не только Изгладила этот единый грех, Но и другие грехи, За ним следовавшие. Ибо стало для нас В оправдание, Подавая нам отпущение, Всех преступлений, Совершенных после падения. Вопросы? Вопросов нет? Игнать Тихонович, Добавляйте что-то. Добавлять не надо, Только высветить еще больше. Некоторые совершенно не понимают этих слов. Что благодать настолько велика, Образно сказали. Подальше микрофончик, Игнать Тихонович. Микрофон подальше, Заклебывается. Вот так вот, ладно? Да. Что если бы было на каждой планете, Сколько звезд на небе, Столько же землян, И все согрешили. Жертвы Христа достаточно, Чтобы искупить всех. Вот в этом весь смысл. Мусульмане, Обеседование, Вообще этого не понимают. Они думают так, Барана, Вот я приведу, И на баране в рай заеду. Прямо буквально так и говорят. Придумали, как легко. Пришел и нелегко. Крестное страдание Сына Божия. Потому что чем величественный образ, Который претерпел, А это Христос, Сам Бог. Поэтому и нас столь сильна благодать. Все. Понятно. Идем дальше тогда. Римлянам 5 глава 17 стихи. Ибо если преступлением одного Смерть царствовала посредством одного, То тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности Будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждения, Так и так правдою одного всем человеком оправдания к жизни. Толкование. Если из-за того, что один человек ел от запрещенного древа, Стало царствовать смерть, То тем паче мы, получившие обилие и избыток благодати, И оправданные, Будем жить и царствовать посредством единого Иисуса Христа, Которого мы братья, С которым совокупились мы в одно тело, С которым соединились мы так, Как тело с главою. По-моему, надо напрямую вот так снимать. Ибо мы получили непростое и не единообразное благо, Чтобы оставалась еще для нас возможность Сомневаться относительно будущего. Наши блага – плод обильной благодати. Представь, что кто-нибудь много задолжал И вернут в темницу вместе с женой и детьми, А потом не только освобождается от темницы и долга, Но и получает десять тысяч талантов, Выводится в царский дворец, Удостаивается высокой чести И становится сыном царя. Так точно случилось с нами. И так, говорит апостол, заканчивая мысль, Как через преступление одного, Что выше назвал он грехом, То теперь называет преступлением, Разумея грех Адама. Все люди подверглись проклятию, Так и через оправдание единого Христа На всех людей издеваясь благодать, Дарующая им и оправдание вместо греха, И жизнь вместо смерти. Вопросы? Так. Вы мне подсказываете, Если в чат кто-то пишет, Я вам читаю, И вот Малыш Роман просит подключить Кто-нибудь там, Возьмите на себя Организаторскую такую. Так. Ну что, вопросов нет? Идем дальше. Девятнадцатый стих. Ибо как непослушанием одного человека Сделались многие грешными, Так и послушанием одного Сделаются праведным многие. Толкование. Здесь, казалось бы, повторение, Но на самом деле его нет. Выше сказал в восемнадцатом стихе, Как преступлением одного Всем человеком осуждение, Так правдой одного Всем человеком оправдание. А теперь объясняет, В чем состояло Прегрешение единого, И говорит, что Оно было Ослушание, Через которое Многие Сделались грешными, То есть Повинными Наказанию И осужденными На смерть. Объясняет Также, В чем Состоит Оправдание Единого, То есть Христа, И говорит, Что оно Есть Послушание Даже до смерти И смерти Крестной. Через Каковое Послушание Так Рушена Смерть, И мы Освобождены От Осуждения На нее Вопросы Задавайте Пожалуйста Им Это Непростая Я Общался Давно Со Свидетелями И Бога Они Не Понимают Вот Это Как Так Христос Умер За Всех Они В Это Не Верят За Одного Человека Одного Око Ну Такое Понимание Как Только У мусульманов Барана Надо За Грех Отдать А Здесь Только Один Человек За Одного Человека Может Око За Око Зуб За Зуб Человек За Человека Душу За Душу А так Чтобы Один За Всех Умер Нет Читают Читают Писание Не Видят Может быть Не Видят Потому Что Не Имеют Толкования Раскрывающего Все А Здесь Нам Мы Счастливы Имеем Толкование И Понимание Нет Вопросов Идем Дальше Двадцатый Стих Закон Пришел После И Таким Образом Умножилось Преступление А Когда Умножился Грех Стало Изобиловать Благодать Толкование После Того Как Доказал Что В Адаме Все Осуждены А Во Христе Спасены Кто Нибудь Вероятно Мог Усомниться И Возразить Что Делал В течение Стольких Лет Закон Если Оправдал Нас Христос Закон Пришел То есть Дан Был На Время Не Был Главой И Важнейшей Потребностью Тогда же Он Пришел То Преступление Умножилось Ибо Он Давал Множество Заповедей Но Все Эти Заповеди Люди Преступили Почему И Умножилось Преступление Частица Ж Указывает На Последствии Закон Ж Пришел После То есть Последствия Последствия Чего Закон Дал Для Уменьшения И Истребления Греха А Вышло Противоположно Не по Свойству Закона Но По Неродению Людей Но Тогда Как Через Закон Умножился Грех Через Христа Благодать Божия Явилась Преизобильно Не только Освободив Нас От Грехов Но и Оправдав И Соделов Небесными И Усыновив Богу Поэтому Не сказал Изобиловать Но Преизобиловать Показывая Этим Большое Изобилие Ее То есть Благодати Не появились Вопросы Еще Пока Игнать Тихонович Может Что-то У вас Появилось Тут Вопросы Задавать Какие Просто Сердце Наполнить Благодарением Богу И больше Ничего Не надо И смиренно Принять Что Сказано Аминь 21 Стих Дабы Как грех Царствовал К смерти Так и Благодать Воцарилась Через Праведность К жизни Вечной Иисусом Христом Господом Нашим Толкование Сказав Что Благодать Явилась Приизобильно Апостол Чтобы Чтобы мы Не были Неверными Показывает Что Такое Явление Ее Соответствует Цели И говорит Грех Был Царем А смерть Воинам Им Вооруженным Если же Царствовал Над нами Грех Имея Смерть Как бы Воинам Каким То Тем паче Воцарится В нас Благодать Сообщающая Праведность Уничтожающая Грех И вместе С истреблением Греха Истребляющая И смерть А у Последней Оправдание Итак Оправдание Умертвило Царя Грех А С ним Вместе Смерть И Наконец Введена Вечная Жизнь Вот Сейчас Считаю Это И вспоминаю Наш Давнишний Разговор О Тысячелетнем Царстве Многие Считают Что Оно Еще Не наступило О котором Говорится В Откровении Здесь же Вот Хочу Обратить Внимание Что Еще раз Читаю Дабы Как Грех Царствовал К смерти Так и Благодать Воцарилась То есть Воцарилась Царство Наступило Через что? Через Праведость К жизни Вечной Иисусом Христом Господом Нашим То есть Если вы Не верите Что она Воцарилась Значит Не прав Был Апостол Павел Писал И вписав Это Кремлина Значит Не воцарилась Она Значит Жертва Напрасна Значит Смерть Не поглощена Победой Смерть Где Твое Жало А где Твоя Победа Нет Смерти Так А мы Ж Умираем Скажешь А в Последние Времена Написано Мы дожить Можем Не дожить Тела Изменятся Они не умрут Все Смерть Победена Наступило Тысячелетнее Царство Христово Царство Благодати Еще Так Скажем Когда-то Что Ложно Утверждают Некоторые Вот Вопросы Пятую Главу С Божьей Милостью Закончили Переходим К шестой Первый Второй Стих Что Ж Скажем Оставаться Ли нам В грехе Чтобы Умножилась Благодать Никак Мы Уверли Для греха Как же Нам Жить В нем Алтование Апостол Сказал Что Когда Умножился Грех Призабильно Явилась Благодать Вследствие Этого Иной Мог бы Рассуждать Итак Не перестанем Грешить Чтобы Благодать Явилась Обильнее Апостол Апостол Опровергает Такое Рассуждение Выражаясь Отрицательно Никак Как Обыкновенно Выражается Он О чем Нибудь По Общему Признанию Крайне Нелепом Потом Приводит Доказательство Поскольку Мы Уверли Для греха Стали Мертвыми Для него Через Крещение Так Что Уже Не Должны Слушаться Его То Как Жить В нем В грехе Иметь Расположение К нему И Слушаться Его Отсюда Узнаем Что Через Крещение Всякий Верующий Действительно Умирает Для греха Но Не По Неродению Своему Сам В кавычках Воскрешает Себя И Тотчас Оживляет Для него Лишь Только Соединиться С ним Напротив Старательный Всегда Сохраняет Себе Эту Мертвенность И Чтобы Не Приказывал Ему Грех Не Повинуется Ему Как Мертвый Вот Вопросы Вопросы Сергей Вопросы Вот Здесь Сейчас Читали Да Читал Здесь Можно Сказать И Говорится О Воскрешении Первом Воскрес Человек Старательный И И И Блажен 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 Здесь Не о грехе Я сосредоточить Хотел А о Воскресении Первом Ну А я Тебе Направляю Мысль Что Прежде чем Воскреснуть Нужно Умереть Для греха Ну Это Так И Есть Да Я Понял Только Вот Я Еще Понял Очень Много Что Не Так Ну Потом Подойдет Вопрос Еще Может быть Такой О грехе О грехе О грехе По 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 Рассуждаем Грех Нужно Оставить Все Писание Нам Говорит Нужно Оставить Самому Человеку Это Невозможно Богу Возможно Все Молиться Сокрушаться Плакать Выпрашивать И Оставить Грех Покаяние Это Гнев Направленный Внутрь Себя Внутрь Себя Внутрь Своих Грехов Возненавидеть Того Себя Прежнего Прежнего Блудника Прежнего Вора Прежнего Алкоголика Если Ты Возненавидишь То Ты Тебе Легко Умереть Будут Тебе Потом Дружки Опять Звать Выпить А Нет Я Другой Хочешь Я Поясню Вот Когда Вообще Не был Бактической Первый раз Слышал Библию И Прочи И Когда Покаялся И Крестился Я Тогда Понимал Что Грешить Нельзя Теперь Мне Грешить Нельзя 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 Я Старался Не Грешить И У меня Было Другое Состояние Я Сейчас Это Вспоминаю А Сегодня Мне Пришло Мы С Асватом Говорили Днем И Мне Пришло Вот Такое На Мысль А Сейчас Я Как Живу А Сейчас Я Знаю Что Если Согрешил Пришел Раскаялся Батюшка Прощает Отпускает Все С чистой Советю Пошел Обратно Нет Такого Страха Что Не Грешить Больше Вот Почему То Так Получилось Что Всякий Грех Прощает И Я Равнодушим Стал Греху Если Он Прощает Это Вот Заблуждение Заблуждение Конечно Я Понимаю Те Баптисты Правее Чем Сегодняшнее Вот Это Лжеправославное Состояние Не согрешишь Не покаешься Ничего Страшного Бог Вселюбящий Все Простит Простит Если Еще раз Повторя Если Ты Оставишь Этот Грех А Если Ты В Грехе Живешь Как Он Может Простить Грешника Не Может Он Простить Грехника Поэтому Нужно Себя Вот Как Ты Вспомни Баптистам И Старайся Не грешить Всеми Силами Я Я Умер А Кто Тебя Воскресил Для Греха Какой Тебе Антихит Сказал Иисус Через Его Смерть Кресился Его Он Не Воскресил Вот А сейчас Главная Вера В этом Виновата Как Может Посчитать Некоторые А Люди Ложно Понимающие Это Православие Нет Такого Что Согрешил Покаял Согрешил Покаялся И опять Дальше Пошел Эти же Грехи Наворачивать Нет Такого Это Уже Говорили Об этом Не раз Опять Повторяем Все И не Вздыхай Так Тяжко Брось Все Это От себя Молись Богу И Дано Вам Будет Игнать Тихонич Скажите Мы Опять На те Рельсы Снова Тебя Столкнули Каждое Занятие У человека Никакого Опыта Нет Борьбы С грехом Зачем Это Позволяешь Такое Я Прошлый раз Говорил Будет И дальше Так Одно И то Просто Как в параш Булькается И все Нет Но он Утверждает Что Было Утверждать Одно И то Один К одному Иди Вперед Человек Никогда С грехом Не бороться И об этом Начинает Говорить Им надо Только Молчать И слушать Как Шариков А так Римлянам Шестая Глава Первый Второй Стихи Так Это Я уже Прочитал Третий Четвертый Неужели Не знаете Что Все Мы Крестившиеся Во Христа Иисуса Смерть Его Крестили Итак Мы Погреблись С Ним Крещением В смерть Давы Как Христос Воскрес Из Мертвых Славы Отца Так И нам Ходить В обновленной Жизни Толкованием Рассказывает Как умерли Мы Для греха Через Крещение Мы Крестились В смерть Христа Значит И мы Должны Умереть Как Умер Он Ибо Что Для Креста Крест И Гроб То Для Нас Крещение Хотя И в Другом Отношении Потому Что Христос Умер И Воскрес Плодью А Мы Умираем Для Греха И Воскрес Для Добродетели Дабы Как Христос Плодью Воскрес Из Мертвых Славы Отца То Есть Собственной Божественностью Ибо Слава Отца Сын Так И мы Воскрес Другим Воскресением То Есть Новым Образом Жизни Так Когда Блудник Становится Целомудренным То Представляет Собою Смерть И Воскресение Смерть Порока И Воскресение И Оживление Добродетели Человеки Именно Так А не Иначе Пятый Седьмой Стих Ибо Если Мы Соединены С ним Подобием Смерти Его То Должны Быть Соединены И Подобием Воскресения Зная То Что Ветхий Наш Человек Распят С ним Чтобы Упразднено Было Тело Греховное Табы Нам Не Быть Уже Рабами Греху Ибо Умерший Освободился От Греха Толкование Не Сказал Приобщились Подобию Смерть Его Но Говорит Соединены Указывая Словом Соединение На Плод Смерти Христовой В Нас Тело Христово Погребенное В земле Принесло Плод Спасения Поскольку Мы Погребены В воде А Христос В земле И при том Мы Погребены Для греха А Он Телом То не Сказал Смертью Но Подобием Смерти Поэтому Мы будем Общниками И Воскресение Наследуем Жизнь Вечную Как Показавшие Воскресение Состоящее В добрых Делах Ветхий Наш Человек То есть Порочность Распят С ним То есть Подобно Телу Христову Погребен В крещении Чтобы Упразднено Было Тело Греховное То есть Слагающее Из разных Видов Порочность Или Склонное К греху Тело Наше Почему И присовокупляет Дабы Нам Не быть Уже Рабами Греху Желаю Говорит Чтобы Тело Было Мертвое Не в том Смысле Чтобы Истребилось Но в том Чтобы Не грешило Ибо Умерший Освободился От греха Это Говорит О целом Человеке Как Умерший Освободился От греха То есть Избавился Свободен Так И ты Крестившийся И умерший Для греха Оставайся Мертвым Аминь Ну А другой Вопрос Что Не у всех Это Получается Это Надо Признать Ибо Из 80% Крещеных Только 0-0-0 Сколько-то Процентов Входят В храмы Это Есть Это Нужно Признать И Это Беда Наша Просто Беда Православия Вот И мы Открыто Заявляем Что Вот Это Крещение Без Научения Да Еще И Не По Канонам Церкви Не Может Являться Крещением Был Сухой Грешник Стал Мокрый Грешник А От Навкования Нам Говорит Что В Крещении Человек Освобождается От Бреха Он Не Грешит Больше Вот И Толкователь Говорит Все Блудник Стал Целомудренным Вор Стал Милостивым Ну Непонятно А Я Как Был Так Остался Так Кто В Этому Виноват Бог Или Православная Вера Или Кто В Этому Виноват Или Ты Сам Избравший Вот Эта Жизнь Во Грехе Бог Дал Свободу В Этому Его Вина Свободу Выбирает Между Грехом И Правильностью Великий И Страшный Дар Свободы Мог бы Нас Все Запрограммировать На Добродение Все Нет Выбирай Сам Вопросы Дополнение Дайте Как Желаете Что Хочу О Чем Все Разговор И Жизнь И Смерть Вот Сегодня Я Говорил Об Этому Вчера Он Выступил Патриарх Кирилл Крестец И Говорит Считается Православные 80% А где Они Священники Вообще Не хотят Трудиться Они Думают Вот Люди Которые Пришли Пришли Особенно Перестройку Много Приходило Где Они Большинство Нигде В Миру Может Половина В Секты Разные Подались И Патриарх Крещит Уже Не Первый Раз Ну Я Ролик Выставил На Это Поясняю Почему Это И С чего Надо Начинать Миссия Церкви Православной Какая Сколько Среди Лжекрещенных Только 0,3% Что Знают Что То На 300 Человек Один Которым Лоб Помощили Деньги Взяли У нас Не Просто Аховое Какое Это Положение Как Патриарх Когда Проехал По Востоку Говорит Состояние Духовное Развалины Я Только Говорю Они Не Договорят Не Вы Господа Виноваты Что Все 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 Годы Прятали Слово Божие Не Давали Другие Подобрали И Повели Ложным Путем Еще Впереди Будет Суд Божий Они Не Понимают Этого Чтобы Люди Приходили Стояли Службу Ну Кроме Службы То Еще Надо И Понимать Что Там Есть Смерть Крестились Ты Умер Они Так Мы Согрешаем Мы Все Согрешаем А Эпитемия Куда Делась Все Соборы До Единого А Это Вся Вселенская Церковь Тогда Была Еще До Разделения На Западную Восточную Везде Были Определенные Карательные Меры Ну Впал В грех 15 лет За Прелюбодеяние Если Плакал 7 лет Меньше Не было Если Он Колдовал Как Кашпировский Там Волхвовал 18 лет Так Он Не будет Ходить А Никто Не Тянет Видимо Какие Это Были Все Льготы Верующим Люди Стояли И Плакали На Улице И Вот Эти 18 лет Разбивались На Четыре Припадающие Плащущие Разрешалось Только Плакать И Входящих Просить Помолиться За них Далее Припадающие Наконец Слушающие И Четвертая Последняя Четвертинка Времени Куп Настоящие То есть Вместе С верующими Стоять Соглашенными Не выходить Но Не Прещащаться Церковь Любящая Мать И Наконец Пришли Вот такие Волки Во вещах Шкурах И Все Абсолютно Отбросили Ни Эпидемии Вообще Нету Никто Не отменял Никак Вот В Англии Было Такое Звонят Что? Да Говори Да Ну Так Ну все Пока Просеем Все Это Наша Да Конечно Обязательно Даже Если С этими Белками Съедим Отошел 70 лет При советской власти Православная церковь Не издала Ни единого Экземпляра Книги Правил Ну Представьте Что за все время Бы на дорогах Не учили Как ездить Просто Инспекции Бы не было Ну ясно Довили И давили Друг друга Это Духовное Состояние Церкви И Когда Сегодня Открываешь Каноны Которые Никто Не отменял Никто Они Как Смотрят Как Апупелые Апопелые В Англии Было Один Прогонял Коров Коров У него Немного Было Там 46 Кажется Ну и Корова Идет Она же И оправится Где Шофера Стали Роптать На колеса Налипает И подали В суд А мужик Оказывается Получил От деда Что ему Было Разрешено Официальной Городской Администрацией Он достал Эту пожелтевшую Бумагу И в суд Пришел А судьи Сами не знали Про этот закон Они посмотрели Нет Говорит Ваша петиция Отклоняется Теперь докажите Кто из вас Лучше докажет Просто так Для вида уже Суд решил Говорят Да вот Корова Там От нее Пахнет Хорошо Пахнет А от вашего Капота Как пахнет Так я Корову Могу подойти Под загрудок У ней Поцарапать А вечером Молоко взять А то у машины Ты что возьмешь Так кроме газа И посарапать ее Негде Ну и все Согласили Заулыбались У него Юмора хватило И так и гоняет Коров Закон Который Забытый всеми Его никто не отменял Это в любой стране Такое И мы должны Это помнить А священники Не накладывают Ян Златоуз говорит Если не накладываете Пятимью Он гибнет Сам И того Кого допускает До причастия Они все перевернули Отключать за то Что не причащаешься Понятно Что это Это совсем И не церковь И какая Банда какая-то Пираты захватили корабль Ни за что не отмечается Аборт сделал Правило Василия Великого Второе На 10 лет Обратились За разъяснением К митрополиту Ионе Киевскому Он говорит Святыни Показали пощаду И от нас ее не будет Вот у нас В общине Никто не подходит К батюшке Вот пост Батюшка разрешил У меня гастрит Перитонит Там диабет Ни один Батюшка говорит У меня нет никаких Прав Заранее говорит А в церкви Посмотрите там Где заходят люди Все Я говорю Ты что Да я не могу так Это я курочку Сказал батюшка Можно Раз я больной А как ты определил Болезнь свою Ты в храме стоишь Ходишь на митинги Коммунист Уполномоченный По религиозным Культам Сядешь Александр Петрович Я всех знаю Это как правило Бывшие генералы КГБ на пенсии Им свою церковь Они построили Вот так все это делается Мы должны знать Что на суде Божьем Пощады не будет Никакой Никакой Незнание закона Еще не Оправдывает Человек И не дает ему Право нарушать закон Никогда этого не было Вышел человек Еще не знает Субботу Собирает щепки Смерть Его убили А в Новом Завете То сколь Тихчайшему Наказанию Ибо отвергшийся Законом Моисеева 9.28 Евреям Говорит Повидел смерти При двух-трех свидетелях А это отвергли Полностью Данный закон Богом Когда начинаешь Исполнять Сразу показ Фарисейства Ну на это можно сказать Что из фарисеев Получались апостолы Потом Самая великая Из Саддукеев Ни одного не было Сектанство Вот это Расхолашивание Это саддукейство У них пять книг Осталось Больше ничего не было Воскресенье Из мертвых Не верили Ангелы Не признавали Вот так Отошел Римлянам 6 глава 8 11 стихи Если мы Если мы Умерли Со Христом То веруем Что и жить Будем с Ним Зная Что Христос Воскреснув Из мертвых Уже не умирает Смерть уже Не имеет Над Ним Власти Ибо что Он умер То умер Однажды Для греха А что живет То живет Для Бога Так и вы Почитайте себя Мертвыми Для греха Живыми же Для Бога Во Христе Иисусе Господе Нашем Толкование Здесь Казалось бы Повторение Сказанного Но В самом деле Его нет Выше апостол Сказал Что мы Всегда Должны Оставаться Мертвыми Для греха А теперь Рассуждает О воскресении Новой жизни По Боге Которую Мы Всегда Должны Иметь Если Мы Через Крещение Умерли Со Христом То веруем Что Всегда Будем иметь Присущим Нам Воскресение Состоящее В новой Жизни Ибо И Христос Воскресший Из мертвых Живет Всегда Уже Не умрет Ибо Что Он Умер То Умер Однажды Для Греха Значит Что Христос Умер За наш Грех Тогда Как Сам По себе Не был Повинен Смерти А А что Живет То Живет Для Бога То Живет Божественной Силой Ибо Он Господь Всегда Живет В силе Бога И Отца Поскольку Христос Не умирает В другой Раз То И мы Не умираем Вторично Через Второе Крещение То Есть Для нас Нет Второго Крещения Итак Останемся В прежнем То есть В смерти Греха Но В воскресении Жизни По Боге А это Получили мы Во Христе Иисусе То есть При Его Помощи Ибо Кто Воскресил Нас Когда мы Были Еще Мертвы Тот Тем Паче Сохранит Нас В жизни Когда Мы Стали Живы Ну Разумеется Духовно Мертвы И духовно Живы А не телесно Вопросы Так Ну Тогда Еще У нас Есть Шесть Минут А потом Можно Будет Время Посвятить На ответ И Вопрос Двенадцатый Стив Итак Да не царствует Грех В смертном Вашем Теле Чтобы Вам Повиноваться Ему В похотях Его Толкование Желая Показать Что мы Удерживаемся Во власти Пороков Ненасильно И принужденно Но По собственному Произволу Не сказал Да Не тиранствует Но Говорит Да не царствует Ибо Царство Есть Удел Имеющих Волю Выражением В этом же Смертном Вашем Теле Во-первых Показал Что Неприятное Для тела Непрочно Ибо Тело Подвержено Смерти Так что Не должно Услуживать Тело Удовольствие Удовольствие Не трудно Не постоянно Так что Не должно Бегать Прискорбного И подвигов Против удовольствий А во-вторых Напоминает нам Что Смертность Есть Последствия Греха И Внушает Не Раболепствовать Уже Греху Как Причиняющему Смерть Каким же Образом Царствует Грех Если Повинуемся Ему В похотях Его телесных Так что Не тело Причиняет Вред По естеству Своему Но Повиновение Греху Заметь Благодать Христову Адам Согрешил Хотя Имел Тело Несмертное А мы Побеждаем Грех В смертном Теле Да Вопросы Я бы хотел Добавить Добавил Не створяю силу А силой Божией Побеждаем Грех А сам по себе Я не могу С ним Поближе К микрофону Михаил Я говорю Что Не своей силой Побеждаем Грех А силой Божией А своей силой Мы не можем Его победить Это не в нашей Власти Не в нашей силе Состоянии Я сам на себе Это убедился И не один год Я боролся За грехом Пока я не признал Себя побежденным Пока я не упал И не сказал Все Я побежден Полностью Не могу Не в состоянии Справиться с грехом До тех пор Я был рабом греха Это То есть Сила Божия Бог делает Это все Но Если человек Действительно Стремится к этому Желает Свободу Получить Да 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 Александр Это В писании Написаны Такие слова Нищи Духом Богом Зря Кто осознал Свою нищету Тот Зрит Человек Болится Сам Соберихом Не может Победить А когда он Понимает Это Он говорит Господи И обращается К Богу А Вот это Как раз Этот момент Как сказал Михаил Да Закончил Я вот Православный Я пришел В православие И сначала Я боролся С грехом По монашескому Образу И подобию То есть Во мне Кипели страсти И я все Пытался Их побороть Каким образом Ну конечно Комарами тело Не скармливало Но Всячески Старался По этому Образу И подобию Поступать И у меня ничего Не получилось Я расписался В своем бессилии Когда я расписался Каким-то образом Господь Дал эту свободу И когда уже Приехал Креститься Потеряя Я уже В самом себе Чувствовал Что Бог меня Отнял Эту Власть Сатаны Надо мною То есть Греха А когда После крещения Я уже Вышел Свободным И это Ощущение Что Свобода Это не просто Вот так Иносказательно Это внутренне Есть На самом деле Но вот тут Ты волен После крещения Ты можешь Как бы Идешь По Лезию Ножа И можешь Волен Согрешить И волен Не грешить Но ты Уже Тут Свободен И эту Свободу Нельзя Терять Вот Что Дело Ну И покаяние И радость От того Что Господь Тебя Освободил Это Благодарность Тому Богу За Иисуса Христа Что Он послал Сына Своего И дал Эту Свободу От Власти Этого Греха Астаны И в рабстве Находиться Это такая Страшная Мука Что Просто Вот я Вспоминаю То что было Как это была Борьба Просто мне Даже Страшно Возвращаться В то состояние В котором я был Но я все Сказал Конечно Мне Помогло Еще то Что Вот это Книги Игнат Тихонович Когда я Познакомился С ним Я не мог Понимать Я говорю По монашескому Образу А тут Мне открылись Глаза На грех Что Грех Любой Даже Самый Маленький Когда я Возьму Спичку В чужом Дворе Сварую Что за Это Смерть Я этого Раньше Не понимал Пока Не познакомился С Игнат Тихонович Я думал Большой Грех Маленький Грех Большой Великий И так Далее Любой Грех Несет Смерть Спичку Топи Вопросы Готовьте Там Тушенку А вот Вопрос Что сильнее Удерживает А греха Страх Вечного Наказания Или Обещание Будущих Благ На то Что Не грешишь Что Сильнее Действует На человека Будущие Будущие Блага Это Уже Вот я Как по себе Ну что Будущие Благи Мне Сегодня Надо Это Понимаешь Когда Я понимаю Что Я В этом Нахожусь Старе Меня Мучает Этот Грех Я Не могу От него Освободиться Мне Сейчас Нужно В этот Было В этот Момент Тебе Нужно Расстаться С Грехом Ты Стоишь Перед Выбором И Человек На Нем Страх Что Ты Вот Как Ты Горишь За Маленький Даже За Спичку Ты Будешь Гореть В Де Не Вот Он В В В В В В В Другой Человек Просто Знаешь Что Если Он Не Украдет Эту Спичку Он Попадет В Рай Я Думаю Что Страх На Первом Месте Стоит Совершенно Верно Я Согласен Если Не Было Страх Начнем Сначала Страх Страх Боянии Греха Страх Да И Не Что Господь Какой Тиран А Это Именно Спасительный Страх Страх Огорчить Бога Страх Страх Наказания Что Ты Благодарен Богу За Этот Страх Не Только Наказание Когда Ты Прошел Вот Это Ад Вот Это Вот Рабство Это Ты Просто Страш 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 Чтобы Попасть Обратно В это Состоять Ну Это Да Опять Согрешить Как Пес Возвращается На Свою Блевотину Вымытая Свиня Идет Да Когда Уже Познал Да И Такое Даже Случается Потому Что Мы Видишь Я Не Верующий Был Я Не Верил Ни Бога Я Не Знал Я Не Знал Что Я Раб Меня Вот Через Это Господь Привел Что Он Меня Я Увидел Себя Рабом Пока Я Не Увидел Себя Рабом Я Не Жил Да Жил Себе Вот И Все Тебе Не Нужен Был Спаситель Показывает Этого Рабства Греха Понятно Потому Что Многие Говорят Ну Все Грешат Да Что Из Такого Никакой Я Не Раб Все Кругом Рабы Свободных Нет Он Их Не Видит Грешный Человек Вот Ну Батюшка Скажу А Батюшка Сам Такой Жен Раб Греха Вот И Да Ничего Чаще Респоведуйся Чаще Причащайся И Когда Произошла Эта Катастрофа И Как Ну Конечно Постарались Социалисты Ленинцы Коммунисты Очень Сильно Вино Благодеяния Развита Зараза Коммунизма В 90-е Годы Господь Открыл Двери Все Могли Выбор Был Дан Выбираешь Идешь За Богом Или Идешь Это В мир Искать Наслаждение То есть Выбор Господь Дал Равноправно Всем Одинаково Я понимаю Что в 90-е Годы Как раз Было Это Союз Упал И все Вот Выбирай Что ты Пойдешь Направо Или налево Кто Что Выбрал Так Вопросы Есть Игнатия Тихоновича Ян Златоуст Как раз Это И говорит Что Угроза Наказанием Более Содействует Спасением Чем Обещание Будущих Благ Ибо Многие Презвели Благо Если Выжили Свободны От Наказания Сектанты Это Отвергли И мы Знаем Только Внешность Я Не Курю Не Пью А Остальное Живет Как Мирской Человек Ты Попробуй Чтобы У них Женщины Надели Платки Сняли Любое Заблуждение Входит В них Как Нож В масло Только Услышали Все Сегодня Он Баптист Завтра 50 И Последствия Мормон Его Сатана Крутит И бьет Как Маленькую Собачонку На цепи Почему Нет Благодати Освящающей Нет Благословения Священством Нет Истинного Причастия Нет Исповеди Настоящей Где Прощаются Грехи А что Спрашивать А вот Я люблю Бог Я люблю Испытал Нет Игнатий Брянчанинов Говорит Начни Сначала Пока Не поздно Если Ты Не Испытал Страха Божия Как Пимен Великий Говорит Ум Твой Ваде Держи Вот Как Надо Веровать Ян Затус Говорит Ежедневно Рассуждайте О деянии Огненные Чтобы Не попасть Туда А то Меня Тянет Грех Он Тебе Сделается Отвратительный Любой Грех Ты Даже Не Прикасался Ты Даже Не Знаешь Что Там А ну Я Попробую У тебя Мыслей Этих Не Будет Господь Сразу Тебе Укажет Это Противно У тебя Все органы Пять Чувств Будут Отвращаться От Этого Там Отвратительно Пахнет На Выпей Маленько Вот эти В Иркутске 76 Человек Отравилось Еще Запах Хороший Боярышник Отбоярились И кто Их Будет Вот если Крещение Было На своем месте Уверовавший И умер То умер Однажды А не так Что я воскрешаю Для греха Христос Не воскресал Для греха Почему На крещение В символе Верия Говорится Единокрещение А причастие Исповедь Не едина Это уже Когда мы В пути идем Дается лекарство Кому Простите Проститься Прощение Не В причастии А в исповеди Когда идет Исповедали Грехи Свои Грехи Исповедали Грехи И Господь Говорит Я прощаю Тебя Придумали Как Восставление Грехов Где это Вы такое Прочитали Прочитаете Четыре Евангелиста Все одинаково Говорят Присчастье Для жизни Вот где Сила Бороться С грехом Как Лепогнедышащий Делается Человек А то Я Не могу Отстать Уже Все Возрастное Уже Похоть Отошла Искусственно Себя Разжигают На этом Ты Никогда Нигде И место Его Уже Не узнает Его И куда Теперь Перечисляй Все подряд Грехи Табак Курить Да какое Уже Удовольствие Ты Пес Смердящий Все еще Копнит Ну сделай Себе Трубу Выхлопную На башке Сверху Не может Бросить Да ты не можешь Бросить Потому что Ты Бога Не знаешь Нет Ни любви Ни страха Божия Да ты В один день Изорвал Выбросил И уже Тысячу Человек Рассуждает о Боге Краснобая Окаянная Да разве верующий Может это делать Сегодня нажрался Напился Завтра А нас русских То что говорят Когда вы все Передохнете Чтобы освободили Место для настоящей Нации Жить Везде Ненавият Показывают В Германии Кто едет На курорты Сейчас Один вопрос Задают А русские Там будут Если русские Будут там Все На курорт Никто не хочет ехать Они пьют Дерутся Блудят Каждый день Подавай Нового мужика Я вижу Немецкие женщины Говорят Там тоже Святостью не отличается Но не такой же Перед всем миром Показали А что Это все Люди Крещеные Вот в тюрьме Барнаульской 3700 человек Большая сейчас Крещеные Всегда спрашивают А сколько Через вас Обратилось Я только в тюрьме Работал 17 лет Работал Не просто приходил Бесплатно Проповедовал Приносил Динамики В один день Принес 56 динамиков По камерам Начитывал По камерам иду Узнаю Что необходимо И спрашиваю Сколько обратилось Ответ один Ни одного Ни одного Притом они знают Что я каторжник Они мне открывают Душу свою Я знаю О чем они думают Даже Когда он говорит Кривить губы Я уже знаю В какую сторону Смотрит Почему не готов А священник Один раз пришел И сразу Скажется 470 человек Крестил Полупьяный Я могу фамилии Все называть И все это Патриархийное Да когда же Это было такое Четыре женщины Не причастились Говорят Почему на работе Причастием играют А может там Никакого причастия Давно уже нет Вот Трагедия Русской церкви В этом и заключается А когда начинаешь Говорить Что вы придумываете Своей праведностью Думаете спасаться Да вся наша праведность Как запачканная одежда Но это не сказано Что ты должен Каждый день Гвоздать себя в грехе Как свинья Овца может Говорит упасть в грязь Она встряхивается А свинья нашла грязь Она хрюкает и лежит До глубокой старости Не могут От самых простых слов Отстать От матерных Ну Да я говорю О том О зловонии грехов Какие они противны Даже слышать противное Не надо Не напрягаться Ничего Ты будешь Отвращаться Ты будешь Проходить мимо Где двое или трое Безбожники разговаривают Видя что они Нетрезвые Нет подошел К тебе приходят С бутылочкой Давай разопьем Помянем Выпить много причин А не выпить одна Есть Бог И есть одна жизнь Отошел Вопросы? Олег Сывак Там поднимал руку Говорили Игнатию Тихоновичу Сейчас хотелось бы сказать Игнатию Тихоновичу Вы говорите О вовтистах огульно Что они только Не пьют И не курят У вовтистов В основной Своей массе Обычно даже крещение И преподают Не преподают Не возрожденным людям Которые не просто Не пьют Не курят А живут по Писанию И возрождены от Бога И имеют свидетельство С Себе Самым И их испытывают И смотрят И поэтому Не надо говорить огульно Больше ничего не хотел сказать Я вам отвечаю Когда монахи решили Испытать Аву Агафона А они начинали С малого Потом говорят Ты прелюбодея Он заплакал Да так Когда-то где-то подумал Не видел женщину даже От рождения Ты убийца И так тоже Согласился Но братья отошли Говорят Чем же его донять-то И говорят Ты еретик Баптист Он сразу вытер глаза Нет Никогда не был Там Немощь в плоти Меня подвигла А здесь умышленно Восстать против пути Господня Они все делают По Писанию Там ничего нет По Писанию Они вне церкви И поэтому Нет исповеди Нет благодати А они там Я знаю их немало Я 54 года С ними обращаюсь Я был Проповедовал в Молдавии Ко мне подходят И говорят Скажите о винопитии Выходят на кафедру Наши братья Баптисты Зарегистрированные За кафедру держатся Чтобы не упасть Тут начали исповедовать Молодежь Живут блудно Добрачная Какое место Не возьми Нельзя прорвать И притом Ни один человек Говорит Ни два Руководства Руководства Специально ко мне Обращаются На какую тему сказать Ты еретик И все тогда на этом Ты не в церкви Ты еретик Еретик Ни один Царствие Божие Не войдет А покающиеся Блудники выйдут А еретик покаяться Не может Это потомки Дафана Верона И Корея Там путь Только один Преисподнюю Никогда церковь по-другому не понимала Никогда Грех непростимый А они делают Они вне церкви Ничего они не делают Значит Позволено мне будет защищаться Во-первых То что кто-то там Где ты был пьяный Я не знаю Таковых не знаю Но если бы И судить таким образом То можно бы Посмотреть на Иуду Который Сходил со Христом И сказать Вот они все Какие апостолы Но ведь это неверно Даже если Среди аптестов Был бы таковой Но таковых не знаю Это раз По поводу Дафана Верона По поводу Что не в церкви Вы приводите пример Дафана Верона Корей Говорит Вот они вот Были такие И что вот этой Баптисты И прочее Я хочу объяснить Дафана Верона Корей Оспаривали предстояние Перед Богом Моисеева В первую очередь Моисея Господь избрал Сам И дал ему закон И закон Он передал народу Моисеев был посредником В передаче народу То есть един посредником В тот момент Был Моисей Они пытались Усиливаться против него Оспаривая предстояние Посредничество Новый завет Посредничества Называется Иисус Христос Един посредник Между Богом и человеком Человек Иисус Христос Посредничество Предстояние Перед Богом Иисус Христос А кто есть церковь Это дела плоти Попадали Нету благодати Не знаете Иисус Христос Иисус Христос Я специально Я специально занимался Авторов этих Разбирал Построчно Это отступники Еретики Они как угодно Могут жить Нас это не касается Мы говорим О церкви Если Не права была церковь То ее нигде не было тогда А он во все дни До скончания века С церковью Вот весь ответ Один раз вы услышали Я должен вам возвестить Но не спорить Вы не принимаете Просто для себя скажите Что за пример Дафана Вероной Кореи Живем в ад Они ничего не делали плохого Только отделились от Моисея Больше ничего нет Это прямое указание На секты На еретиков Если вы это не принимаете Тогда вообще Главу они вычеркивают Скажу что Нигде Ни разу Ни одни еретики Эту главу не берут Сатана ее замазал А мы смело ее берем Почему А мы остались с Моисеем Вы говорите Один посредник Вы будьте внимательны Один ходатай написано И один посредник Со стороны Бога Между Богом и человеком Вы разделение не делаете А между человеком и Богом Много Это разница очень большая Со стороны Когда подписывали Мирный договор О безоговорочной капитуляции Германии Со стороны России Было восемь человек Во главе с Жуковым Георгием Константиновичем А с той стороны Было четыре Во главе с генерал-полковником Йодлем И говорит Что столько и столько Надо сказать Сколько От Бога Один ходатай А от людей Много Павел говорит Да бы по ходатайству Многих Я был освобожден А то владыка нельзя называть А Писание говорит И владыкам скажите То есть сектантство Это узко взгляда на истину Один стих вырвал Духа Христова не имеет Откуда они сектанты его имеют На первой ступени Когда уверовали Да есть Дальше они в разные стороны тянут Поста не надо Я им говорю Ну вы знаете Что православные постятся Ну да А почему вы не поститесь А зачем А за соблазн Дабы не подать соблазна Не буду есть мясо Ни один баптист На это не пойдет Тут роба Пацантеру лишнего мяса На себе носит И поэтому мозги жирные Чрево тучное Не рождает тонкой мысли Мы один ответ можем дать Согласно святых отцов Говорите Вы говорили Что Я не назову Что такое ересь Я вам Сейчас отвечу Что такое ересь Ересь это то Что в принципе написано Священное писание Кто добавит На того наложит Бог язвы А кто прибавит На того Тот будет исчислен Из книги жизни Так вот Ересь это то Кто добавляет Священное писание Или убавляет Вот это является ересь Это раз По поводу того Что Баптисты Почему пошли Там Как вы назвали Святели Говы Не святели Говы А казвентисты Там прочее Дело в чем Причем здесь Виноваты Баптисты Отвечая вам Приверму и параллель Я уже вам привел Обвинять ли вы будете Христа Что он неистинен По той причине Что Иуда Взял и предал его И совершил То что он сделал Никак С чего вы объявляете Баптистов Что от них там Кто-то Где-то что-то появилось Никак Не должно вам это делать Некорректное сравнение Но вы слишком много говорили Я не могу Даже не мог Записать это все Вы уж как-нибудь Будьте корректны Я против каждого Вашего слова Могу сказать Или не сповергать вас И объяснять вам Эти ситуации Не будьте длительны Так в речах Покороче Пожалуйста Потому что Если вы хотите Услышать истину Я вам буду Пробовать ее объяснять А то что сейчас Вы говорили На полчаса Извините Я не упрекаю вас Но просто говорю Если хотите услышать Объяснение Я буду объяснять По порядку Потихоньку За каждым словом Сказали Упрек Я вам буду Этот упрек Объяснять Олег А если вы не хотите Минутку Вы говорили Я молчал Объяснений не надо Никаких Мы спросили Вам ответили Это православный Ресурс идет Что нам Еритиков слушать И зачем это нужно Я не спрашиваю Это все уже было Понимаете Вы на один вопрос Не ответите Почему они Вся разница Проханов был один Я спросил Мне говорите Сейчас вы меня Перебиваете И вы поступаете Неправо Сережа Время-то заканчивается У нас опять Начинается то же самое Братья Все Ответить дальше Не принимать Больше не надо Мы же не для спора Собрались Православное Толкование Ему не нужно Ему совсем Не надо О чем тут Речь идет Сегодня же Еретики Не причащается Человек Не причащается Жизни нет Сергей Позволь мне сказать Два слова буквально Олег Все уже сказано Не позволяю Я не по этому поводу Я хочу Я не Не позволяю Не позволяю Спрашиваю У кого вопросы есть Еще люди есть Вопросы есть По теме Когда мы проходим По посланию к римлянам У нас определенная задача Проходим Новый завет Толкования Блаженного фифилакта А зачем нам С середиками Спорить-то Не поднимайте Разговоры баптистов Разбираем писание Работаем по фифилакту Благословию Будет прекрасно Господь благословит Вы поднимайте тему Баптистов и прочее Не мусульте Не собирайте склоки Все Вопросы? Идем дальше Двенадцатый стих Итак Даницарствует грех В смертном вашем теле Чтобы вам повиноваться Ему в похотях его Толкование Желаю показать Что мы удерживаемся Во власти пороков И ненасильно И непринужденно По собственному произволу Не сказал Да не так Это я читал Это было Другой Да Тринадцатый Ага И не предавайте Членов ваших Греху В орудие неправды Но представьте себя Богу Как оживших Из мертвых И члены ваши Богу В орудие Праведности Полкование Где манихей Которые говорят Что тело Порочно По естеству Тело Есть орудие А орудие Есть средство Добродетели И пороку Так меч Для воина Служит Орудием За граждан А у разбойника Он есть Оружие Против Граждан Не предавайте Членов Ваших Греху В орудие Неправды Ибо Ибо Кто грешит Тот Несправедливо Поступает Часто И в отношении Ближнего И всегда В отношении Самого Себя Далее Но представьте Себя Богу Размышляя Какое Различие Между Богом И грехом И кому Лучше Подчиняться Греху Ли Который Умертвел Или же Богу Который Оживотворил Сказав Что Члены Суть Орудия Неправды Показал С одной Стороны Что Тело Как сказано Выше Не есть Что-нибудь Худое Когда Может быть Орудием Правды А с другой Что Наступила Брань И что Нам Нужно Находиться Под Предводительством Бога И взять Оружие На защиту Души Своей Вопросы Нет Нет вопросов Дойдем Дальше 14 стих Грех Не должен Над вами Господствовать Ибо Вы Не под Законом Но Под Благодатью Толкование До Пришествия Христова Говорит Тело Ваше Было Удобно Победимо Для Греха Тогда Не было Еще Ни Помощствующего Духа С большой Буквы Ни Крещения Могущего Увершлять Грех Поэтому И закон Предписывая Что Делать Не Преуспел По Пришествии Христовым Борьба Сделалась Легче Почему И Подвиги У нас Так Получивших Больше Помощи Труднее Итак Грех Не будет Господствовать Над нами Если Не Слишком Будем Уступать Ему Теперь Не закон Который Только Дает Заповеди А Помощи Не Оказывает Ни Малейшей Но Благодать Которая Прощает Прежние Грехи И Укрепляет Для Будущего Ну Еще Наверное Последний Да Я Человека От Рабства Я Так Понимаю А Теперь Мы Стали Царя Это Как Царями Священниками То есть Господствуем Над Грехом То есть Грех Уже Не Над Нами Господствует А Мы Господствуем Над Начальней Книгой И Вот Сегодняшним Днем И Последующим До Прихода Христа То есть Везде Ну я Вот Это Просто Привел Пример Того Что Когда То Не Было Возможности Господствовать А Сейчас Уже Есть Такая Потому Потому Что Господь Должен Свободен Да Слава Богу Вот Почему Первая Глава Пятый Стих И Пятая Глава Десятый Стих В Откровении Говорит И Соделал Нас Царями И Священниками Бога Всевышнего Еретики Ничего Не Понимают А Мы Все Священники Нет Священство Всеобщее Духовное Но Отдельно Как В Израиле Исход 19.6 Говорит Весь народ Назван Священством Святым Но Одновременно И было Левее На колено Так И Здесь Хотя Мы Все Священниками Приносим Духовные Жертвы Но Есть Еще Определенные Люди Которые Рукоположены Кому Дана Власть Отпущать Грехи Кому Простите Проститься На Грешил Где-то Против Бога А Кто Будет Ходатаем Писание Прямо Говорит И Поэтому Мы Являемся Царями Царствующим Над Грехом Над Пороками А Там Они Не Могли Сила Это Не Было Ян Златоуст Получал Иногда Такие Упреки Когда Говорили Я знаю Неверующих А Вот Он Неверующий А Такой Хороший А Верующие Ваши Вот Такие Он Говорит Что Есть Верующие Не Такие Я Их Знаю Я Все Такие С Верующими Общаюсь А Что Есть Неверующие Какие Надо Такого Сказать Не Могу Не Нахваливай Там Бапистов Других Почему А нет Благодати Освещающей У Человека У Верующего Есть Три Причины Первая Гнев Божий Насогрешающего Страх Второе Обещание Будущих Благ Третье Вспомоществующая Благодать Божия О которой Только Сейчас Прочитали Толкование Блаженного Пепелакта А если У неверующего Ничего Нет С него Что Спрашивают Откуда У него Сила Он Любому Греху Податен Где Бы Не Было Смотришь Скопыльнулся Ну Любой Фильм Посмотри Что Разврат В первую Очеред Убийство И Притом Речь Идет Не о Двух Трех Убийств За Школьные Годы Ученик Смотрит 14 Тысяч Убийств А сколько Там Верующих Ни одного Ни одного А все Таки Процент Верующих Разный И поэтому Мы должны Четко Твердую Линию Занять Ничего Кроме Православной Церкви Чти священников Как говорит Писание Каких Ну Которые Служат Особенно Тех Которые Трудятся В слове Особенно Наипаче А если Не такой Ты знаешь Явного Греха Нет Он Один Стоит Того Чтобы Заменить Все эти Динаминации Конфессии Которые Придумали Люди Нет Таких Слов Есть Ересь И поэтому Так Мы Бурно Реагируют На это Мы должны Решительно Отмежеваться От Всякой Мысли Что-то Как Символ Веры Никео Цареградский Мы должны Мертвы Стоять За него Так Это Не в Библии Все Взято Из Библии Баптисты Тоже Написали Символ Ну а церкви Выбросили Почему А церкви То нет Они не верят В это И во единую Соборную Апостольскую Они эти слова Выбросили Ну и все Сегодня Спасибо Христос Алина Алина Достойно Достойно Истину Блажный Детя Богородицу Присноблажен Люди Приня Поглащил И Матерь Бога Наша Была Честнейшую Керубим И Славнейшую Без Сравнение Стерапир Без Истерия Бога Слава Русскую Стущую Богородицу Тебя Залечай День Молитесь Отец Наш Небесный Любящий Создатель Мы Благодарим Тебя За этот День И Этот Вечер За Святую Возможность Открывать Святую Библию Вникать В нее Смысл Таинственный Который Прикровенный Дошел И до Наших Дней Слава Тебе Боже Наш За Святую Православную Веру За Святых Учителей За Переводчиков Библии За Всех Кто Трудился Чтобы Мы Имели Возможность Войти В сокровище Суданную Евреям И мы Тоже Имеем Великое Преимущество Перед Миром Ибо Нам Вверено Слово Божие Распусти Нас Миром И Даруй Мира Израилю Россию Украине И Сирии Где Война Идет И Сохрани Правителя От Покушения И Всем Даруй Духовное Рождение Свыше Сохрани Нас От Всякой Ереси И Заблуждения Тебе Боже Слава Хвала Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Аминь